Наша съемочная группа вернулась с пресс-конференции президента России Владимира Путина. Эксперты уже оценили ее как самую большую и по продолжительности, и по количеству участников. Чувашу на пресс-конференции представляли руководитель национальной телерадиокомпании Маргарита Гартфельдер и главный редактор газеты «Советская Чуваша» Африкан Соловьев. Более 1200 журналистов, фотографов, телеоператоров, в том числе иностранных, собрались в Конгресс-холле Центра международной торговли в Москве на пресс-конференции Владимира Путина. Все часовые пояса соединились на 12 часах московского времени. Именно тогда президент начал отвечать на вопросы представителей иностранных, федеральных и региональных средств массовой информации. Коллеги подготовились, не надеясь на баланс и некую очередность. Многие сделали плакаты с обозначением территории, некоторые написали даже вопросы или ключевые слова. Например, часы – это о летнем и зимнем времени, охраняемая территория – о заповедниках, которые требуют внимания, ветеран – о поддержке пожилых, из деревни – о жителях села. Иногда это срабатывало, и коллеги получали ответы. Эксперты заранее отмечали, вокруг каких тем будет идти разговор. Собственно, так и получилось. Стали ли предвыборные обещания началом большой и серьезной работы на посту президента большой страны, с такой огромной территорией и такими разными регионами? Так или иначе, этот вопрос звучал в зале. Рост внутреннего валового продукта, низкая инфляция, инвестиции в основной капитал, увеличение размера средней заработной платы, снижение безработицы – вот главные показатели работы правительства в уходящем году. Реальные доходы населения выросли на 4%. Региональный же аспект был самым разнообразным. Социальная политика, избавление от ветхого жилья, внутренние территориальные границы, новая система субсидирования сельхозпроизводителей – такие вопросы журналисты региональных средств массовой информации успели задать президенту. В завершении пресс-конференции для привлечения внимания пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова в ход пошли платки, шарфы, мягкие игрушки и даже воздушные шары. Четыре часа диалога. Разные точки зрения на самые актуальные вопросы, волнующие власти общества. Журналисты разъехались по регионам, чтобы рассказать о самом главном жителям своих территорий.